Здравствуйте! Одесса, 4 апреля. У нас сегодня погода то ясно, то облачно. Немножко похолодало, но все равно уже все пахнет весной. Расскажу о наших новостях и о нашем настроении. Сегодня 40-й день с первого дня обстрела Одессы. И последние пару дней и ночи у нас были очень тревожные, неспокойные. И третьего апреля, где-то полпятого утра, сработала воздушная тревога. Объявили, чтобы все срочно перешли в укрытие. И вот в это время с утра Одессу атаковали с воздуха. Как я уже говорила в предыдущих видео, удары были нанесены по объектам инфраструктуры. Было возгорание, пожар. Клубы черного дыма были видны в небе. И достаточно долго их мог видеть, наверное, каждый горожанин. По городу летала сажа. И вообще тот день был неспокойный. Вот 3 апреля периодически в течение дня срабатывала воздушная тревога. В то утро мы тоже проснулись от взрывов. Этот день напомнил 24 февраля, когда и все началось. Тоже произошло ранним утром. Но в этот раз это было уже не так неожиданно, потому что все это время мы все равно как-то внутренне были к этому готовы. В этот день мы проезжали по центру города. Паники среди одесситов не было. Люди занимались своими обычными повседневными делами. Конечно, друг с другом созванивались. Было беспокойство, была тревога. Все эти эмоции присутствовали. Еще, конечно, хорошо, что с нами постоянно наша городская власть ведет диалог посредством мессенджеров, которые объясняют, что происходит, какие меры предприняты. Это, конечно, успокаивает и не создает такого хаоса и беспокойства. Иногда даже одесситы умудряются шутить, когда мы друг друга спрашиваем, ты слышал взрывы, ты слышал какие-то звуки. Некоторые отвечают, да, это гром гремит. Поэтому эти дни в Одессе неспокойные. Город реально атакует, стреляют ракетами. Но город не сжался, не забился, не испугался. На данный момент город функционирует. Насколько это максимально возможно в этих обстоятельствах. Курсирует общественный транспорт, работает железнодорожный вокзал, магазины, рынки, банки, парикмахерские и много-много того, что нужно. Благодарим вас за ту колоссальную поддержку, которую вы оказываете нам. За ваши доброжелательные слова и пожелания. Желаю нам всем мира, благополучия, стойкости пройти эти испытания, которые выпали на нашем пути. Всего самого наилучшего. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok